В одном из крестьянско-фермерских хозяйств деревни Никульска Ивановского района зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить распространения заболевания. О том, какие меры были приняты, на пресс-конференции журналистам рассказал Дмитрий Дмитриев, начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия. Бескровным способом была уничтожена свинья, которая явилась предметом заболевания, уничтожена и сожжена. И в соответствии с ветеринарными нормами также были подвержены уничтожению прочей свиньи, которые были в этом хозяйстве. Было произведено и уничтожение помещений, в котором они находились. Все это было, в общем-то, сожжено. Других методов борьбы нет. Каким образом инфекция попала на территорию Ивановской области, сейчас выясняется. Вокруг места, где произошло ЧП, созданы две зоны отчуждения. Одна в 5-километровом радиусе. Здесь будут уничтожены все свиньи. В частных хозяйствах оказалось 38 животных. Еще одна зона создана в радиусе 20 километров. На этой территории вводится ограничение продажи мяса. Запрет касается рынков Иванова, Кохмы, Шуи. Проблем со свининой быть не должно, потому что мы в виде товарного мяса, которое употребляется гражданами в пищу. Потому что ограничительные меры, связанные с реализацией, они будут касаться, прежде всего, рынков. Только рынков. То есть в магазинах реализация мяса. И во второй зоне отчуждения, в которую попал и город Иваново, то есть никаких ограничений по магазинам производиться не будет. На случай, если заболевание подвергнутся дикие животные и кабаны, а такой вероятности исключать нельзя, разработан целый комплекс экстренных мер. Мы будем использовать живоловушки и, соответственно, максимально отстрел кабанов. Кроме того, такие ограничительные меры, как запрет охоты собаками. И максимально интенсивное кормление на подкормочных площадках, чтобы исключить миграции кабанов, чтобы локализовать их в определенных местах. В ближайшие дни свиней в 5-километровой зоне точега инфекции начнут уничтожать. Владельцам возместят ущерб. За животное весом 100-120 килограммов выплатят 8 тысяч рублей. Хотя африканская чума свиней не представляет никакой опасности для человека, уничтожение животных – самый надежный способ ликвидировать очаг инфекции. Допускается использование мяса после соответствующей переработки в пищу человека. Но учитывая то, что у нас очень ограниченные зоны и ограниченное количество свинопоголовья, если мы будем действовать таким способом, то есть разрешать использование после проварки мяса в пищу людям, пока оно все не будет использовано, мы не можем закончить дезинфекционные мероприятия, и у нас не пойдет 30-дневный отсчет карантинных мероприятий. То есть здесь из экономической целесообразности 100% оправдано то, что мы это мясо уничтожаем немедленно. Карантин на территории Ивановского района продлится 30 дней. В течение этого времени из Никульского будет запрещен ввоз и вывоз всех видов животных, а также заготовка и вывоз продуктов животного происхождения.